Ну что, друзья, хорошо не жили, не надо и начинать, иначе, как говорится, можно к этому привыкнуть. Правящие власти и ДРОСы нас обычно чем радовали, в кавычках? Повышением налогов, повышением цен, повышением акцизов, пенсионной реформы, оптимизацией медицины и социальной сферы, то есть залезанием в карманы глубинному народу. И сейчас, в условиях военно-политического вот этого кризиса, того, что называется специальной военной операцией, видимо, пояса придется затянуть еще жестче. Министерство обороны нарастило расходы на свою деятельность только в 2022 году более чем на 40%, с 3,5 до 4,7 триллионов рублей. На 2023 год уже запланировано увеличение финансирования не только Министерства обороны, но и прочих силовых ведомств, в том числе это МВД, ФСБ, спецслужбы, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет, аж на 50 практически процентов, до 4 триллионов 200 миллиардов рублей. Суммарно на функционирование силового блока в 2023 году потратят больше 8 триллионов 800 миллиардов рублей, то есть каждый третий рубль из кармана налогоплательщиков. Да, понятно, ситуация крайне тяжелая, туда ее, собственно, правящая власть, правящая элита и завела, но вопрос самый главный, а где они возьмут деньги, потому что 9 триллионов рублей только на силовиков, и эта статья будет только нарастать в ближайшие годы, это огромные деньги в условиях кризиса, в условиях роста бедности, роста безработицы, обнищения народных масс. Мы не можем...